МАКОРОНИКОВ Самоходную артиллерийскую гаубицу Пальмария, она же Пальма. С самоходкой дела у макароников пошли чуть удачнее, выпустили аж 255 штук. Основная часть из них, конкретно 160 машин, стоят до по сей день на вооружении Ливии. В общем, специфики игры на этой машине и будет посвящен данный видос. Основными отличиями игры на арте 6 левела от игры на арте 4 стали световые снаряды и автомат заряжания на борту. Световой снаряд позволяет обнаружить вражескую технику на небольшом участке карты, над которым он зависает в воздухе на непродолжительное время. Что же касается автомата заряжания, то это хорошо известный игрокам из World of Tanks барабан. Самоходка может делать 3 выстрела с перезарядкой в 3 секунды между каждым из них, после чего уходит уже на долгую перезарядку длиною в 21 секунду. Вместе со световыми снарядами автомат заряжания делает самоходки 6 уровня в первую очередь опасными для других самоходок, так как охотиться за вражескими САУ станет значительно проще. Теперь уже на САУ в чистом поле не постоишь, уворачиваясь от вражеских чемоданов, которые он пускает 3 раза в минуту. Теперь кучность вражеского огня при вашем обнаружении станет значительно выше. Грубо говоря, 2 вражеские САУ после вашего обнаружения на миникарте могут слить вас одним залпом. Так что теперь в первую очередь в бою имеет смысл поискать себе хорошее укрытие. В общем, несмотря на то, что с уровнем дамага у САУ практически не подрос, так называемая барабанная система зарядки делает эту арту в разы опаснее и выводит игру на ней на новый уровень. Ну вот, собственно, за последние 10 боев удалось приподнять общий процент побед на этой самоходке на 1%. Да, меня на ней, точнее, таскает по абсолютно страшным командам просто. По таким гоп-тимам, что у мамы не горю, и постоянно пропускают ко мне какие-то машинки, которые меня разбирают, постоянно сливаются. Короче, жесть, поэтому... Ну, общеизвестно, что процент побед от игрока не зависит. Он зависит от его удачливости, в общем-то. Ладно, время посмотреть, как она ведет себя в реальном бою. Важным плюсом по сравнению с предыдущей артой стало время ожидания боя на этой самоходке. Оно меньше в разы просто. Если там очередь на сеть минут 5, то здесь, ну, минуту максимум в прайм-тайм и вы в бою. То есть очень мало людей, видимо, успело прокачать 6-й левел. Из-за наплыва огромного количества желающих поиграть на арте на четверок. Вот, а теперь на этом уровне, на этой самоходке, первому вообще лучше не стрелять, если вы попали на такую открытую карту, как вот эта, где прятаться негде. Вот, лучше дать первым выстрелить противнику вашему, посмотреть, когда он засветится, и начинать сливать арту. Теперь арта ваш злейший враг. Ну, после, конечно, вот этих ВБЛ-машинок, которые просто могут прилететь и вас разобрать за секунду. Что это сейчас тут мелькнуло? Это был, это был баг или знак, что сюда надо дать света немножко. Ага, это был какой-то баг, арта немного обнаружилась. Удивительно, божье привидение. Чувак пытается уворачиваться от снарядов так, как это делается на арте предыдущего левела. Эта арта менее маневренная, на ней так не прокатит она, видите, какая она огромная. Просто здоровенный холодильник. Но увернуться на ней все-таки можно, особенно если враг стреляет по вам с другого конца карты. А мой напарник по игре на самоходке в это время переезжал, чтобы встать где-то, загаситься. Огнем меня по врагу решил не поддерживать. Так бы, конечно, вдвоем был бы шанс ее слить. А теперь шанса нет. Но этот, конечно, тоже уедет раньше, чем я сюда шмальнуть успею. Ну, мало-помалу потихонечку попадается. Вот 228 одной пальме снес, 238, а у него всего 700 жизней. Раз, 228 снес, два, 228 снес. Так, пару раз и все. И велкам в ангар. Главное не забывать, что они в ответку могут шмальнуть точно так же. Они теперь в курсе, что на них охотятся и будут стараться отвечать. Я что-то не вижу, где, откуда она стреляет. Ага. Вот здесь она где-то сейчас остановится, наверняка. Надо смотреть, куда отъезжаешь, чувак. А вот этот снаряд уже по мне, вероятно, летит. Да-да-да, 74 дамага. А, теперь я заметил, что на многих картах глючат трассеры. Да, вот, посмотрите, видно, где снаряды падают. До меня где-то, наверное, полкилометра расстояния, а дамаг проходит. Это один из глюков этой замечательной игры, которую все никак не могут доделать и довести до ума. Но при этом уже успешно продают премиум аккаунт и премиум танки, да. Вот, а игра работает как хрен знает что. Просто страшно глючит. О, разработчик, видимо, это не смущает. Глючит трава. Вот, надо забирать рту. Ну, да как нет эффекта-то? Сука, сдохни. Ёп твою мать, как же так? Вот, ВБЛ наш сделал прорыв. Отлично. И забрал арту. Так, арта у них занята. Ну, наш ВБЛ красавчик вообще. Надеюсь, что к нам их ВБЛ не приедет с такой же целью. Попробуем понакидать. Ну, теперь можно не переезжать, а стрелять с места. Попробуем накидать по 72-ке. А, я же далеко, я еще и пропала куда-то. А, ну да, ВБЛ помер. Ну, хрен с ним, раз туда был сведен, почему будет и не кинуть чемоданчик. А вот он прилетел, мой чемоданчик. 83 дамага. Ёптать, не очень. Успешно. Счет, кстати, довольно неплохой. Побеждаем вроде. Я все забываю, один единственный домовой снаряд свой выложить нахрен, да. Потому что я его на всякий случай загрузил, но... Лучше иметь лишний, лишний нормальный снаряд. Световой. Он в бою будет более полезен, чем вот эта дымовая шашка. Дым у арты есть. Да как же так-то, ёптать. Дым у арты есть свой собственный. Один дымовой заряд. Жизнь, он, конечно, мало в какой ситуации может спасти, но... Есть и на том спасибо. То есть, дымовой снаряд можно с собой не возить. Тем более, что вот таких спецснарядов можно возить только 8 штук, по-моему, ровно. Да, на территорию этого завода нормально стрелять не получается. Пробили. Ха-ха. Пробили. Я уже думал, от моего выстрела остановился. Нет, ну, во что-то воткнулся просто. Да. Врагов послевали. Даже дамага набить нихрена не успел. Ну, эта карта такая не самая... Не самая моя любимая ни на какой технике. Ни на арте, ни на хрена те. В принципе, бой ещё не закончился. Ещё можно что-то накидать успеть. Ну, в АБТРке смысла нет стрелять. Она уйдёт. Слишком уж динамично. А тут наша 72-ка погибает. Это ничего страшного, что наш... О, ай, бля, кто... А, ай, его наша арта застрелила. Ну, не повезло чуваку. Ну, победа, а чё? Дамага, правда. Но, сколько успел, столько накидал. Больно команда сильная попалась. Что-то редко меня в последнее время на эту карту кидает. Интересно, с чем это связано. В основном, почему-то у меня кидает в реактор. На карту горячий песок, нефтепровод. А именно в горячем песке и нефтепроводе, по-моему, лучше играть именно на арте, нежели на какой-то другой технике. Плюс на этом уровне, кстати, выросла, видимо, зона ответственности у арты, потому что во всех сливах теперь виновата Сау частенько. Сау не стреляет по вражеским, Сау. Ты днища, ничего не умеешь. И попробуй, дураку, объясни, что вражеская арта может стоять где-нибудь за домами, за горами, просто вне зоны досягаемости и кидать чемоданы по тебе оттуда. А ты вылезаешь под ее огонь и за это получаешь, собственно, чемоданами по голове. И никто, кроме тебя, собственно, в этом не виноват. Но не понять. Этого не понять. Проще, конечно, винить во всем кого-нибудь другого. Виноваты все, кроме тебя. Так, давненько я тут не играл, тем более на арте уже вообще. В последний раз я сюда на акации попадал, поэтому ни хрена не успел подъехать на раздавательную позицию. Откуда можно будет накидывать хоть куда-нибудь. Хоть куда-нибудь, хоть что-нибудь, зато наши орлы уже все там. Теперь все научились играть на этой карте и сразу сюда сваливаются. Ага, Брэдли. Понеслась. Попадание. Это, конечно, круто. Ага, арта обнаружена вражеская. Да, и я под обстрелом. И они под обстрелом, все под обстрелом. Но первым делом, да, теперь на этих уровнях арта начинает валить друг друга. Так, я ему движок вынесу, он будет стоять теперь на месте, надо, чтобы вторая арта помогла огнем и завалила его, потому что я-то зарядиться не успею. Ага. У него, видимо, нету ремкомплекта с собой, он стоит бедный, отъехать не может. Бам, без сплэша, блядь, как так? Блядь, почему первый выстрел сплэш не сделал? Я просто охреневаю, как над системой. Над системами в этой игре, над некоторыми. Как они классно работают. Да, у него сломанный движок, он еле ползает. Было бы неплохо, если бы его добили. Потому что неважно, как он ездит, стреляет, то он от этого не хуже. Но успеешь ты под снаряд-то доехать? Ах, чётенько почти. 121 дамага, что за урон такой? Арта даже машинку саную не может ваншотнуть в этой игре. Это, конечно, ущемляет. Ах, фраг едет. Он уже умер, но не знает об этом. А этот где, за горой что стоит? Да, я до этого, видимо, не дотянусь. Ну, что ж, надо куда-нибудь... О, вот они, красавчики. Шлакс-230. Вот, в МБТ-70 снаряды заходят просто как член-рукомойник. Как будто у него брони вообще нет. Бам, попали, бам, попали. Всё, по 200, там что-то около того. По арте так прямой наводкой хорошо не дамажится. Куда он делся-то? Так, ХМ-1 надо забирать. Взорвали. Ага, и всё, и больше нет здесь никого у нас. Потрясающе. Я вам даже подсвечу, господа, чтобы вы хоть знали, куда ехать. Почему перелёт? Сука, падла. Да. Видимо, арта стреляет здесь как катапульта по сильно-сильно навесной траектории. Но свои 1700 дамага, в принципе, уже сделал. Сейчас мне леопард ещё в спину начнёт разбирать. МБТ, конечно, никто не задержит. Они сейчас перевалятся сюда. Попали. Попали. Ой, разрядился, что ли? Блять. Фраг украли, сука, из-под выстрела. Забрали прям. Так, 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 так. Ай, блять, дым, куда ж ты вылетел, сука? Почему? Как, на какой хрен? А, и пальмария у них ещё живёт. У меня ещё и пальма добила, которая у них всё ещё жива. Или это наша меня добила? Не, вражеская. Я думал, мы их убили давно. Но она там за горой стоит, хрен. Она вот заехала в мёртвую зону, я к ней интерес потерял, мне уже было не до неё. Но всё-таки 2200 дамага сделал. Считаю, это уже неплохо. Всё, что выше 2000 дамага за бой, это уже неплохо. Но команда всё равно проиграла. Частенько кидаются в такие команды, где можешь и 8 фрагов сделать, и они всё равно умудрятся проиграть. Вот. Не нефтепровод, конечно, но тоже карта для арты довольно-таки, на мой взгляд, интересная. Но уж лучше, чем эти зимние карты. Здесь, с этой стороны, я обычно встаю здесь, в нижнем левом углу, за заводом, за этим, который там вон стоит. Но тут важно посмотреть, поедут ли туда ваши союзники, которые будут потом прикрывать вашу задницу от нашествия, от набегов. Правильно будет сказать, набегов маленьких пулемётных машинок, вот этих, как ВБЛ, Брэдли. А, ну, вроде едут, значит, можно и мне туда встать. Вражеская арта, да ёпта, вражеская арта в то же время, в свою очередь, будет гаситься за вот этими хранилищами чего-то. Может, это какие-то нефтяные резервуары, может, ещё что-то хрена узнать, что это. Вот за этими круглыми хреновинами она будет стоять, а тут накидывать. Может, даже по прямой с четвёртой линии. Там тоже удачно, если наши далеко не проедут, они могут вполне там встать. Вот. Так что здесь охотиться за артой на этой карте смысла особого нет. Дамага не накидать таким образом. В то же время, кидать зато по машинкам, по танкам, это будет намного более эффективно. Если вы заботитесь о том, чтобы накидать дамага и получить опыта, конечно же. Ну, потому что пока вы стреляете то по одному, то по другому, опыт-то, в смысле, пользы от этого команда не очень-то получает, в общем-то. Можно сказать, что если арта набила много опыта, это не значит, что она много чего полезного сделала. Там чуть-чуть сыпануло, тут чуть-чуть сыпануло. То есть, ну, по-всякому бывает. Вот, вот как мы стоим хорошо, красиво. Вот как мы стоим здесь хорошо, хорошо, красиво, здорово. Полетели чемоданы, полетели. Тайфун, извини, братан, я знаю, что тебе тяжело на нем играется. Живется. Сам мучаюсь периодически. Далеко. Они успевают отъезжать. Тут же всем сигнализируют, когда снаряд лежит. Любезно. Любезно. Вас выстрелила арта, бегите, блин. Бам. Ну что, 72-ка отчалит. 92. Ну, отъехать успела, как я и сказал. Так, сейчас, в кого можно накинуть-то? По ХМ-1 можно бахнуть. Так, этот наводит ПТУР, наверняка можно успеть по нему долбануть. Перелет, дамага нет, ну как так? И по ВФМ, да. Одни промахи. В этом бою слишком далеко. Снаряды летят. А может в камень попал, хреново. Поймешь. Какое интересное место он себе выбрал. Сука, падла. Опять не переключил. Световой снаряд грёбаный. Рак, днища, блин, лох. Он начнёт сейчас отъезжать, я так понимаю, да? Да. Именно это он и делает. Ну, видимо, уже на последнем снаряде он спохватился. Так, вот отсюда, с этого угла уже можно достать вот этого артиллериста в уголочек самый. Не буду его засвечивать, пугать. Так, кину. На удачу. Отъехал. Вот гад. Ну, посмотри, как остановился. Давай, подъезжай под выстрел. Но... Да, всего 800 дамага пока накидал, но бой ещё, собственно, только начался. Покуда ещё не слился, ещё ничего не кончено. Кто бы... Кто бы загуслил, заколёсил вот этого чувачка, чтобы я ему накидал. По этой лёгкой технике вообще хорошо дамаг проходит. Ну, сейчас не очень хорошо прошло, конечно. Не вижу из-за завода сюда летят трассеры или не сюда. В кого арта стреляет, не понять немножко. Ладно, без меня справиться. А то есть шанс по-своему залупить, а им это не очень нравится. Попадание. 122 дамага. Не очень. Не очень что-то какое-то попадание. Это неубедительно. А вот уже и к нам едут. Давай, Сантарио, не подведи меня. Я даже с ветки на всякий случай. Вдруг ты не увидишь. Ну. Да как так-то? 60 дамага ему оставил. 60 здоровья. Давай дым. Спасай мою задницу. Отлично. Слили кое-как. Следующий едет на ВФМ. ВФМ. Как радио, сука, ВФМ, блин. Вафелька. Вафелька пытается прорваться. Сюда, видимо, тоже нет. Но кентавры стали уже тройным кольцом на мою защиту, как я вижу по карте. Можно не бздеть. Что мне мешает стрелять? Бак. Хорошо. Леопард там зажат между фурами. Ему можно, ну, просто шоколадно сейчас накидать по балде. А, ему пофигу. Арта, арта. Чё там 100 дамага подумаешь? Переживём нахрен, да? Нет, он всё-таки стал отъезжать, блядь. Ну, там, блин, если дальше попытался кинуть, я попал в подъём моста без дамага. Ага, Вафелька пошла в атаку, смотри-ка. Ух, как, блядь. Пропала с экрана, сука. Так, Бэтмен не исчезал. Феерично. Так. Кентаврик. Кентаврик. Блядь, да что ж такое-то? Борис, ты чё здесь делаешь? На, напоследок тебе. Три колеса, телевизор и какая-то лампочка. Ну, это прицел, по-моему. Лампочка эта. Хорошо, можно уже плавно переходить в наступление. ВФМ, я думаю, этого не пропустят ко мне. Осталось только лёпки накидать, посраки. Для опёрдышу. И всё. Ну, поэтому я не попаду. Он, сука, увернётся, естественно. О, да ладно. Ишь ты подъехал. Прям под выстрел. Враг уничтожен. Да, я заслужил хоть один фраг вывести. Ну, и в это время там уже арту насилуют где-то. Это такая порнография, что даже не видно специально. А то видео 18 плюс было бы. Ещё 2200 дамага. Ну, и не самые эпичные бои. Были, конечно, и по 4000 накидывал. И больше, около пятёрки. У нас скриншот показывал. Надо было, надо было шэдов плей включать, чтобы удачные реплеи сохранять. Это, блин, хорошая мысль, конечно. Но он что-то качество... У меня не получается им качественно записывать. Он траву очень сильно портит здесь. Ну, трава, я уже говорил, да, лагает, даёт просадки и убивает видосы. Она на видосах сыпется просто конкретно. Трава эта грёбанная. Так что вот. Но когда-нибудь я уверен, что в эту игру введут реплеи, да, они будут здесь. Как они есть в танках. Как они есть в улитках. То есть когда-нибудь и здесь должны появиться. А что, в бою только по одной арте было? Повезло. Ну, в общем, такой видос получился. Я думаю, всё с этой артой всем понятно. Играть на ней, собственно, довольно прикольно. Интересно и необычно. Вот именно за счёт барабанной зарядки и светового патрона, который позволяет высвечивать. Это дуэль на самоходках на этих. Если, конечно, вы не из тех, кто пишет арта, мир. Вот, это довольно прикольное занятие. Плюс можно нормально дамага по врагам накидывать. Ну, 2000 среднего урона за бой. Я считаю, что это довольно-таки выше среднего показателя, да? Чего мне тут процент побед-то ещё не рухнул? Дайте хоть гляну. Может, поднял стату себе. Ну, 1800, даже ближе к 2000 дамага за бой. Это очень, очень, в общем-то, очень даже ничего. Сейчас, если найти ещё предыдущую арту посмотреть, где она там. Гвоздика, вот мне не очень нравится, у неё сплэш плохой. Зато результативность какая-то безумная. 1300 дамага всего на ней вывожу. То время, как на американской этой хренотине, которая тут... Хрена, вот на этой. На ней дамага вот на 200 больше среднего. Вот, в общем, вот такой видос. Так что, как обычно, чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите. И адьёс. КОНЕЦ